ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСИАН Неделю назад мы выучили три важных вещи. Во-первых, Шауль говорит, что в Мессии у нас есть искупление мира. И у нас есть право приходить к Богу и понимать, что Он просил нам все. Я хочу объяснить вам, что это не само собой разумеющееся. Даже несмотря на то, что Бог, Он Бог превыше всех всемогущий. И Он также есть любовь и Он любит человечество. Когда мы читаем рассказы, когда ангелы приближаются к Нему, они просто горят от Его славы. И написано, что Серафимы стоят перед Ним и закрывают свои глаза от силы Его славы. Серафимы от слова Саруф, обожженный. Поэтому идите, встретьтесь с Биби Нетаньяу. Или с Джо Байденом. Или с мистером Путином. Вам не дадут. Вы даже не сможете назначить эту встречу. А Эл-Эле-Йон, Йошев Бэм-Румин. Всемогущий превыше всех Бог, сидящий превыше всего. И нет просто простой встречи с Ним. Вот вы сейчас хотите с Ним встретиться. Естественно, мы обращаемся к Нему со словами «Наш Отец». И это записано в наших генах. Но он царь царей. И Джо Байден перед ним никто и ничто. И приходить вот так к Господину этого мира, это не само собой разумеющееся. И вот он дал нам путь. Он дал нам искупление в Мессии. И из-за того, что Йошуа искупил нас и простил нам грехи, то мы да можем закрыть наши глаза и прийти и предстать перед царем всего мира. И написано, что он не вспоминает беззаконий наших. Не помнит. Питом, ты, бен-адам, не как-то здоров, ты умеет му-лоу и он не помнит от тебя. Это то, что мы выучили неделю назад. И еще кое-что мы выучили. Из-за того, что Йошуа Мессия отдал свое тело на смерть, Бог позадил его на троне славы превыше всех сил и начальств. Мы это изучали, и сегодня Миша нам напомнил, что в Древнем мире, во времена Танаха, имя имело огромное значение. Имя определяло твою должность. Какие имена вы помните имена Мессии? Йошуа, потому что он спасет свой народ. Есть еще имя Имануэль. Это переводится с нами Бог. Еще есть какие-то имена? Помните такое имя? Он наш мир. Это имя Мессии. И человеческой головой, когда мы слышим слово наш мир, это в голове возникает, он дал мир между евреями и арабами. И это не так. И Шауль говорит нам, что он дал нам мир между небесными и земными силами, и в нем все объединились. Это очень странная вещь, и сложно ее понять. Но об этом написано. И одно из наследий небесных для нас, что мы в Мессии сидим с Ним на небесах. И когда ты утром просыпаешься, и здесь у тебя болит, и там у тебя схватило. И ты не знаешь, какую рубашку одеть, потому что тебя раздражают изменения в теле. И вдруг ты в одно и то же время понимаешь, что твое место с Мессией на небесах. И я этого не понимаю. Это что-то великое. Но это библейский факт. И мы должны принять этот факт. И также в первой главе Эфисианах написано очень ясно, как печать этих вещей. Бог дал нам Духа Святого. Есть люди, которые между собой спорят. Что значит Дар Святого Духа? Это говорит на языках. Не говорит на языках пророчества, не пророчествовать. Я не хочу заходить в этот спор. Есть один факт, что печать Святого Духа это когда в человеке происходят изменения. Это не значит, что человек этот просто автоматически успешен во всем. Вообще нет. Иногда человек принадлежащий Богу проходит очень неприятные вещи в своей жизни. Но есть внутреннее продвижение. Например, тот рассказ, который мы учили в недельной главе про нашего праотца Якова Израиля. Если вы помните, у Якова была очень сложная жизнь. Я вообще не понимаю, как он остался в своем уме. Он потерял сына. и изнасиловали его дочь. Потом постоянно его дети между собой ссорились. С своим братом он всегда пребывал в состоянии угрозы смерти. 20 лет жизни в стрессе с лованом. Очень сложная жизнь. Мы читаем, как рассказ в журнале, но если мы подумаем, 20 лет очень-очень сложной жизни. Но мы видим, как развивается человек внутри. И для нас это пример. И есть синоним этого выражения, это печать Святого Духа. Если в нас есть печать Святого Духа, мы должны изменяться изнутри. По-другому это все фикция. И Ишуа сказал, во имя Мое вы можете совершать чудеса и знамения. Но это не означает, что в вас работает Святой Дух. И в последний день я скажу вам, отойдите от меня все делающие неправду. Помните об этом. Это дает нам направление. Сейчас мы будем изучать вторую главу. До того, как я начну читать, вы можете открыть Ефесяна вторую главу. Я хочу повторить два очень важных принципа. С днем Евраам, все дети Евраама, это не только Ицхак, это также Исмаил, и их потомки, их дети. Они все знали одну истину, что Бог пребывает у власти. Это такая, как пример пирамиды. Это пример пирамиды, и поэтому даже с тремних времен, когда хотели что-то объяснить, показывали пирамиду. И такая пирамида, что Бог находится наверху. И есть разные силы под ним. И разные существа. Те, которые мы называем и ангелы, и бессы. Злые ангелы, добрые ангелы. Падши ангелы, или те, которые служат Богу. И также есть люди разные. В еврейском понимании, в еврейской философии, такая была структура. И с самого начала над всяким человеком есть защита и укрепление. Но если человек грешит, тогда этот забор этой защиты раскрывается. И да, по Божьей воле, злые силы мешают и начинают действовать в его жизни. Мы читаем в Екклесиасте об этом. Тот, кто раскроет свои ворота, заползет змея и укусит его. Кто разрушит забор. И также есть другие примеры. Вы помните, был царь Саул. Он не был обычным человеком. Он был помазанным. И он совершал войны Израиля. Но в каком-то периоде жизни он начал гордиться. И тогда проблемы начали развиваться в его жизни. И в одном из стихов мы читаем, что злой дух от Бога возбуждал Саула. Не злой дух от дьявола. Потому что и сам Сатана, и все злые духи, они все рабы Богу. И то, что Бог допускает, только это может произойти. Или, допустим, царь Соломон. Он был помазанным человек с огромной властью. Не только физическая, человеческая власть, также огромная духовная власть. Но в какой-то момент своей жизни, из-за многоженства своего начал заходить выдал опоклонические дела вместе со своими жёнами. И в конце жизни очень много получил наказание от Бога. Все, что написано в Экклесиасте, это рассказ человека, который падает, из-за этого страдает, и в конце концов потихоньку восстанавливается. Это еврейский мир. Но мир язычников, мир народов отличался. Они жили в двойственном мире. В дуализме. Кто понимает, что такое дуализм? Дуализм, это значит, что ты думаешь, что в мире правят две равные по силам силы. Сила зла и сила добра. Вы видели такое иньянь? Шахор ве лаван. В беток шахор есть штат лаван, в беток лаван есть штат шахор. Черное с белым. На белой стороне есть небольшой кружочек черный, и на черной стороне есть небольшой кружочек белый. Не только азиатские народы так понимали. Весь языческий мир так понимал. Они понимали так. Злым богам тоже жертвы должны немножко приносить, чтобы они меня своими злыми руками не трогали. И я скроюсь в храме Артемиды или кого там? Астарты. И вот мне тоже будет хорошо. И вот языческий мир жил таким образом. И те, которые написали Новый Завет. И те, которые написали Новый Завет. И они были все евреями с еврейским пониманием этой самой пирамиды, когда находится бог наверху. И у них была, они использовали картины язычников для того, чтобы объяснить принцип Танаха этому миру. Иногда, когда мы читаем Евангелиях, есть такой пример, что Иешуа сражается с дьяволом. Это картина того, чтобы дать народам небольшое понимание и немножко открыть дверь для того, чтобы дать им понимание будущего мира. чтобы они могли увидеть настоящее видение мира. И когда мы открываем послание к Ефесянам, во второй главе мы видим этот пример. Первые три стиха. И вас, мертвым по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов и были по природе чадами гнева, как и прочие. Здесь Шауль говорит, вы, и он пишет людям, которые живут в Ефесянам, вы жили, под властью, духа, который действует в мире. И здесь тогда есть мысль, что в мире, в воздухе действует злой дух от дьявола. И он властвует над людьми. И 90% христиан, которые пришли из языческого окружения, они верили, все вероят для них китовым ихудиям и мы видим это и они просто свое понимание этого мира перенесли на библейское понимание еврейской веры и думают, что они были на стороне зла, теперь они перенесли на сторону добра. И вы, может быть, видели много книжек и флайеров, где было написано вот раньше вы были против Бога, сейчас вы с Богом. Но эти стихи можно понять по-другому. Вы меня понимаете? Мы в основном здесь все евреи, но мы также в основном здесь все выросли в России. И эти примеры часть нас. А поэтому в языке написано Я приведу вас в вашу землю и очищу вас от ваших идолов. Как можно понять эти стихи? Так же, как я дал пример про царя Шаула. Я говорю про язычников. Мы жили по стандартам языческого мира и библейские танохические принципы вообще не знали. и мы не понимали что такое десять заповедей или их значение. Грешили направо и налево и разрушили наш забор. И тогда эти бесы, которые существуют по Божьей воле начали нас атаковать. И третий стих еще раз я прочитаю между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям исполняя желания плоти и помыслов и были по природе чадами гнева как и прочие. если мы думаем я или на хорошей стороне или на злой то я в этом не виноват. Знаете, да? Почему ты это сделал? Я не виноват без попута. Я не виноват. Я слабый человек. Этот бес который сильнее меня меня попутал. Но это неправда. Возможно есть вещи которые нам сложно объяснить. Даже сейчас сложно нам объяснить холокост. Нам сложно объяснить почему допускается эта война в Украине и геноцид. Нам сложно объяснить многие проблемы которые происходят в мире и между нами тоже. Но бес не виноват. Виноват человек который выбрал злой путь. И тогда когда поломался этот забор тогда пришли эти бесы и вылезли бензин на огонь. И тогда произошел большой пожар и есть проблема. И Шауль продолжает и говорит Бог дает вам шанс. Я прочитаю 4,5,6 Бог бог богат милостью по своей великой любви которую возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям оживил с Машехом благодатью вы спасены и воскресил с ним и посадил на небесах Мессии Йешуа. Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей и благости к нам в Мессии Йешуа. Ибо благодатью вы спасены через веру и сияние от вас Божий дар. Здесь Шауль говорит что-то очень ясное. Мы жили в другой системе понимания и он говорит здесь к язычникам поймите вы вообще не знали что такое выражение милость Бога. У Исраэль всегда у Израэля было это выражение а сейчас есть в безумстве теологии и церкви что говорим что евреи всегда жили и живут под законом а христиане всегда под благодатью это глупости всегда Израэль уповал только на милость Бога всегда самая первая молитва на не знали они приносили жертвы артемиде участвовали в сексуальных оргиях этой богини и они понятия не имели что такое вообще милость Божья а Шауль говорит Бог богат милостью из-за того что Ишуа воскрес из мертвых из-за того что Ишуа заплатил цену не только за евреев но также за весь мир он говорит вам языческим он открыл дверь внутри и вы тоже теперь открыты для милости Бога это то что здесь написано давайте продолжим читать прочитаем с одиннадцатый и двенадцатый и так помните что вы некогда язычники по плоти которых называли необрезанными так называемые обрезания плотским так называемые обрезанные плотским обрезанием совершаемые руками что вы в то же время были без машиаха чуждены от общества израильского чужды заветов обетования не имели надежды и были безбожники в мире евреи евреи называли язычников необрезанными это было такое унизительное выражение они не имеют отношения к этим коем необрезанным они все полны нечистот даже не ем с ними если прямо у меня выбора нет могу с ним бизнес какой-то сделать но в своей жизни я буду отдаляться от них они вообще ничего не достойны это значение о чем говорится здесь почему язычники были отчуждены от мессии кто-то может мне сказать они были без мессии почему потому что они вообще не знали кто такой машех и не было такого концепта в жизни они не жили в этой еврейской системе они не знали что это и кто это они были отчуждены от общества израильского я уже говорил про дуализм они жили совершенно в другой системе помните когда они встретились с Саулом в Афинах они говорили этот парень атеист о чем он вообще говорит они не могли понять концепт еврейского видения этого мира но что-то изменилось в мире в тот момент когда Ишуа воскрес из мертвых у язычников открылась дверь внутри почему написано вы чужды заветов потому потому что свои заветы Бог заключал только с Израилем Бог заключал свои заветы не то чтобы Израиль всегда был таким хорошим еврейским мальчиком вообще нет всегда были грешниками всегда мы делали балаганы проблем но так Бог выбрал Всевышний который сотворил этот мир так Он так сделал этот выбор Иногда ты заходишь в какой-то бизнес и ты видишь что люди 40 50 60 летнего возраста работают у которых огромный опыт а у них директор 22 летний парень почему он там управляет скорее всего эта компания принадлежит его папе поэтому он поставил своего сына управлять всеми профессионалами и этот парень много не понимает я не говорю что Израиль были такими все супер талантливыми но Бог выбрал и все заветы сделал с Израилем что значит заветы с Израилем я забрал тебя себе я сделал из тебя инструмент и с твоей помощью я изменю весь мир и тогда христиане могут сказать ну-ка подожди секунду а что с Иисусом Христом а Иисусом это лучшие сынов Израил и написано он сам про себя говорит я пришел во-первых к иудеям чтобы изменить их и только потом когда он воскрес из мертвых открылась эта дверь и так жене евреи получили эту опцию зайти в еврейские обетования стих 13 а теперь в мессии Иешуа вы бывшие некогда далеко стали близки кровью Мешиеха они не не раз у меня была возможность сидеть с лидерами разных общин с христианскими пастырями я задал вопрос что означает этот стих от кого вы были далеки а сейчас приблизились стали близки к кому 99% говорят Богу конечно это непростые люди это были доктора теологии они говорили к кому же еще к Богу естественно мы приблизились через кровь Иешуа но если ты смотришь здесь на контекст то вы приблизились к Израилю потому что Бог не выбирал второго партнера Он говорил это мой народ приближайтесь к нему встаньте под его обетование и вы приблизитесь к Израилю и вместе с Израилем ко всем моим благам 14 15 16 ибо Он есть мир наш соделавший из обоих одно и разрушивший стоящий посреди преграду упразднив рожду плотью своею а закон заповеди учением дабы из двух создать в себе самом одного нового человека устроя мир и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста убив рожду на нем знаете как толкует это местописание что Бог послал Иешуа и Он своим учением и Он отменил закон заповедей как здесь написано что Иешуа упразднив то есть отменил своим учением закон заповедей и отменил евреев и неевреев и выстроил нового идеального человека и когда на международных встречах спрашивают и у меня там тоже есть возможность быть и там есть тоже арабы иногда арабы которые живут в Израиле говорят у них спрашивают кто вы говорят что у меня небесное царство я говорю я еврей родился евреем верю в еврейского мессию и умру евреем и это многих бесит потому что многие говорят есть один новый человек который точно не связан с Израилем у него там крылышки красивые выросли и то что он делает глупости на своем жизненном пути это не сильно важно не об этом написано и вы знаете что можно играть словами я расскажу вам кое-что до того как будем продолжать толкование у кого есть высшее образование Советского Союза когда была революция семнадцатого года когда в семнадцатом году была революция и к власти пришли воинствующие атеисты при наркоме партии мне рассказывал человек который изучал эту тему из Москвы был создан совет или комиссия как у нас в Израиле говорят целью которой было очернить религию и они стали играть словами они использовали тюремный мир чтобы ввести в русский язык слова которые очерняют религию я дам вам несколько жестких примеров поймете к чему я говорю кто знает такое слово параша отхожее место грязное противное отхожее место там где не единично зайти много лет назад вместе с Борисом Васюковым еще с одними американцами мы ехали по просторам бывшей родины где-то в деревенской части и этот американец попросился в туалет и Борис остановил машину на опушке леса и говорит лучше здесь он говорит нет нет совесть моя не позволяет и он его завез в туалет короче этого человека чуть не вырвало там то есть это параша окей так вот это слово взято из церковно-славянского слова парохет а слеха параша параша которая взято из еврейского слова парохет знаете что такое парохет парохет это то что отделяло святое святых от святого ткань которая разорвалась когда Ишуа был распят помните ситуацию так вот в православной церкви есть такая же занавесь как ее пара пара нет ее называют параш или параша ну как-то вот так так они взяли изменили это слово и назвали им отхожее грязное место таких выражений в русском языке огромное количество для чего это было сделано чтобы когда воевали с религией отравить народ и только одно поколение и потом все уже знали что парохет это плохо потому что это связано с парашей вакаша Юлия когда церковь развилась в третьем веке они уже знали как изменить еврейское направление веры Нового Завета они нанимали за деньги самых хороших философов и те изменяли значение когда я читаю закон заповедей и здесь могут быть разные толкования я думаю что здесь неправильный перевод о двух концептах. Во-первых, еврейское видение, то, о чем я говорил относительно пирамиды, и крайность еврейская. Когда евреи забыли, что они должны быть цветом мира. И когда евреи сказали, что мы будем сохранять наши пределы, нашу автономию, а весь мир пусть идет в ад. Второе. Закон язычников, это что в мире есть злые духи, хорошие, а мы просто выберем сторону добра. Когда Иешуа пришел, и когда он умер на кресте и воскрес из мертвых, это не было ради личного спасения. Он также изменил духовные вещи. И вдруг евреи получили этот огонь. Помните нашего праотца Абрама? Он после обрезания страдал от боли. Он увидел трех вестников и побежал к ним, чтобы разделить с ними то хорошее, что у него было. Только потом он помнил, что это ангелы. Сначала он думал, просто люди идут. И еврейская традиция нам говорит, что Авраам делился всем добрым, что у него было, даже со всеми идолопоклонниками, для того, чтобы дать им часть света, которая была у него. И Ишуа обновил это в народе Израилев. И 12 простых евреев с Галилеи. Этим огнем изменили лицо всего мира. И как я уже сказал, он открыл что-то внутри язычников. И они приняли это откровение. Что через Мессию можно прийти к Богу. Об этом здесь написано. И один новый человек, что через Ишуа и евреи, не евреи могут приблизиться к Богу. Поэтому в другом письме Шауль пишет, что что нет разницы между евреями и не евреями. Между мужчиной и женщиной. Между рабом и свободным. Это только в плане спасения, что через Мессию мы можем молиться и получать от Бога ответы. Но в горизонте. В плоскости. А дайн нашим олхим ле ширутим шоне вы говорим ле ширутим шоне. Сейчас все равно в реальности мы понимаем, что есть туалеты для женщин, есть для мужчин. Есть разница. И тела мужчины и женщины устроены совершенно по-разному. И есть разные традиции китайские, русские, американские. Мы все отличаемся. Но все очень хорошие традиции. Все от Бога. Цветы. Но только в Ешуа. Можно зайти в место Божьей силы. 18, 19, 20 стихи. И потому через него и те, и другие имеем доступ к Отцу и в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но заграждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Ешуа Мессию краеугольным камнем. Шаул подписывается. Шаул подписывается. Он говорит, измените ваше видение этого мира. Начните видеть Бога, который сидит превыше всего. Примите Его стандарт и примите Его Мессию. Тогда вы увидите изменения в вашей жизни. И каждый зайдет в это достойное место, в эту судьбу. В эту вашу судьбу. Пусть Бог поможет нам. Давайте мы встанем, помолимся. Отец Небесный я прошу, чтобы ты помог нам принять истину. В первой главе написано я молюсь о духе мудрости и откровения. И дай нам этот дух мудрости и откровения. И посади нас в Мессии. Укорени нас в Мессии. Дай нам прочную основу чтобы мы пошли в правильном направлении. Во имя Ишуа Мессии. Аминь. Аминь.